Здравствуйте, дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам мы сегодня поговорим о жилетах, о костюмных жилетах и о костюмах-тройках в целом. Тема долгожданная, начинаем! На эту тему особенно приятно говорить в холодное время года, потому что жилет это не только эстетический элемент, это еще и дополнительный слой утеплителя, который греет нас осенью, зимой и прохладной весной. Костюм-тройка это своего рода необычный костюм. Это дополнительный элемент, который всегда притягивает внимание. Есть еще одна положительная черта у костюма-тройки. Его можно носить с расстегнутым пиджаком и никто не сделает вам замечания, потому что такой способ является тоже правильным. Вы можете находиться с открытой верхней пуговицей и демонстрировать весь ряд пуговиц на вашем жилете. Поговорим о моделях жилетов. Они бывают разные. Это может быть либо однобортный жилет, либо даже двубортный. Я никогда не встречал двубортный жилет в паре с двубортным пиджаком. То есть, если ваш жилет двубортный, скорее всего, пиджак к нему будет идти однобортный. И на однобортных жилетах бывают просто классический вырез как в кардигане и бывает вырез с лацканами. Такой, скорее всего, тоже будет носиться с однобортным пиджаком. Покажу, как это может выглядеть. Вот в данном случае это жилет с классическим v-образным вырезом. Он на пяти пуговицах. Кстати, нижнюю пуговичку в жилете тоже принято держать открытой, так же, как и в пиджаке и в вашем кардигане. У него есть два кармана, которые, кстати, могут использоваться. Это тоже дополнительный плюс костюма тройки. Потому что в эти карманы можно положить, я не знаю, либо деньги, либо кредитную карту, либо права. Главное, не забывайте их там, когда меняете одежду. Потому что был у меня один случай, когда права остались в другом пиджаке и мне приходилось доказывать, что я это я и водить я имею право. Вот. Спинка, как правило, делается из такой ткани, как подкладка на пиджаке. Это сделано для того, чтобы все скользило, это было удобно надевать и было комфортно себя чувствовать. Исключение, это жилеты, которые сделаны для того, чтобы носить их отдельно без пиджака. Но об этом мы поговорим чуточку позже. Там даже задняя часть делается из той же ткани, что и основная. Такой жилет намного теплее, но есть определенные нюансы. То есть его не так удобно надевать сверху что-то на него. Либо пальто, либо куртку. Там не будет того... В общем, он не так сильно будет скользить. По поводу пуговиц. Их количество тоже может быть разным, но классика это пять пуговиц, из которых нижнюю мы держим открытой. Внутри у жилета, как правило, не бывает карманов. Он тоже гладкий и... Кстати, а здесь кармашек есть. И он... Он не очень глубокий, кстати. Да, это такая дополнительная бонусная деталь от бренда Lubium, которым они наградили своих клиентов. Покажу вам еще один экземпляр. Это мой двубортный костюм, который также снабжен жилетом. А это торжественная версия. Когда-то Dolce & Gabbana сделали что-то подобное для церемоний. В принципе, использую только по праздникам. И, наверное, это из-за цвета. Хотя его можно вполне носить отдельно, без жилетки. Я имею в виду просто как двубортный костюм. Еще один приятный бонус. Когда вы носите костюм тройку, даже в теплое время года, вы можете, сняв пиджак и оставив его где-то на спинке кресла, остаться в довольно опрятном виде. Потому что рубашка к концу дня, какой бы она технологичной ни была, она все равно немножечко сминается. исключение рубашки ксаку, с которой не мнутся совершенно. Нахожусь сейчас в одной из них. Так вот, когда за столом в вечернее время сидит группа товарищей, и они сняли пиджаки, всех будут несколько мятые рубашки, а человек, который будет находиться в жилете поверх своей рубашки, будет выглядеть самым опрятным и внешне невербально будет считаться как лидер в этой компании. Такой вам лайфхак для переговоров в вечернее время. Также этим лайфхаком можно пользоваться на торжественных мероприятиях типа свадеб. Поэтому многие женихи тоже любят костюмы тройки и часто их используют. Теперь поговорим о сочетании тканей. Как правило, в костюме тройки жилет шьется из той же ткани, что и основная, из той же ткани, что пиджак с брюками. Но бывают исключения и такие исключения выглядят даже более интересно. Представьте себе, что костюм у вас, например, в клетку. Допустим, что костюм у вас синий и он вот в такую акцентную коричневую клетку. Представьте себе, что жилет будет однотонный коричневый. Это будет красиво сочетаться и такой комплект будет выглядеть тоже довольно интересно. Как правило, третий предмет, в данном случае жилет, он должен быть однотонным для того, чтобы эти рисунки не спорили. Если вы сочетаете пиджак с рубашкой и пиджак может быть в клетку и рубашка в клетку, но там рисунок должен быть разного размера. А с жилетом история такая. Он должен быть однотонным все-таки, чтобы не избивать внимание. И по цветам, скорее всего, он будет сочетаться с одной из деталей на вашем костюме, на ваших брюках. Можно придумать еще более сложное сочетание. Это когда у вас пиджак, брюки и жилет из разных материалов. Это вообще высший пилотаж и я покажу вам, как это можно сделать. Допустим, что мы играем на территории трех цветов, которые между собой хорошо сочетаются. Например, синий, серый, коричневый. Наша классическая трехходовка. Пиджак у нас может быть синим, брюки серыми, а жилет коричневым. И тогда хочется чем-то его уравновесить внизу, например, коричневой обувью или какими-то коричневыми аксессуарами. Запонки, может быть, пальто сверху. В общем, вы подумайте об этом на досуге и напишите, как бы вы сочетали данную трехходовку. Следующий вопрос, который вы тоже часто задаете в комментариях, это можно ли носить такой жилет отдельно. Есть одно простое правило, которое мы уже как-то с вами рассматривали. Это правило работает и с костюмными пиджаками. Я противник того, чтобы носить костюмный пиджак отдельно, но есть одно исключение. Бывают такие пиджаки, где фактура напоминает пиджак отдельный или блейзер. Эти пиджаки не гладкие, они имеют своеобразную фактуру, они имеют какой-то выраженный большой рисунок. И такие пиджаки иногда можно носить с отдельными брюками или даже с джинсами. С жилетом история точно такая же. Его допускается надевать отдельно, например, с джинсами и даже вместо рубашки можете взять какой-то трикотаж. Это может выглядеть довольно интересно и достойно. Но жилет должен быть не гладкий, а у него должна быть своеобразная фактура. Точно такое же правило, как с костюмом. С костюмным жилетом правило работает точно так же. Если он имеет фактуру и ярко выраженный рисунок, тогда вы можете носить его отдельно с другими предметами гардероба. Например, с джинсами, с брюками чинос или с классическими фанелевыми брюками, если речь идет о зиме. Если же жилет гладкий и явно костюмный, тонкий, лучше держать его вместе с костюмом и не экспериментировать. Если не пиджак, что же носить сверху на такой жилет? Это может быть короткая куртка, это может быть легкое пальто, когда пальто играет роль пиджака и вы скорее всего снимете его в офисе и будете находиться в одном этом жилете. Иногда этот жилет может хорошо выглядеть даже с кожаной курткой. Это редкое сочетание, но можете попробовать. Но не забывайте, должна быть грамотная фактура и он не должен выглядеть, будто бы вы забыли пиджак и брюки дома. Друзья, также добавлю, что обратите внимание на трикотажные жилеты, которые тоже можно носить в сочетании с костюмом или с пиджаком. Они даже теплее, они удобнее сидят из-за того, что тянутся и с ними тоже можно играть, менять образы. Имея один костюм, вы можете с помощью жилетов разнообразить его и выглядеть более интересно и даже более аристократично, потому что жилеты уходят корнями в Англию, в Старую Англию, как и все, что мы любим и все, что дожило до наших дней. Также вы спрашиваете, что носить сверху на жилет, если мы носим его без пиджака. Ответ прост, носите его с классическим легким пальто. Они скроены и созданы друг для друга, потому что пальто повторяет крой пиджака и с жилетом тоже будет выглядеть превосходно. Не мерзните и будьте всегда с хорошим настроением. Увидимся в новых роликах.